Обувной мастер – одна из самых древних профессий, без которой и в наши дни трудно представить мир. Чаще всего мы обращаемся к специалистам за починкой изделий. Однако не все знают, что продлить срок службы обуви можно с помощью регулярного профессионального ухода, который в домашних условиях осуществить невозможно. Когда люди приносят нам обувь на уход, на ремонт, принимает администратор, делает детальный осмотр обуви. Мы слушаем пожелания клиента, осматриваем с профессиональной точки зрения, дальше мы принимаем какие-то последовательные действия с этой парой. Смотрим, какой вид услуг мы можем предложить в пане ухода. То есть ваш протектор здесь срежется и будет поставлена вот такая противоскользящая зимняя профилактика. Частая проблема, от которой страдает обувь в зимнее время – это противогололедные реагенты, по-другому дорожные соли. Соли, как правило, на гладких видах кожи – это такие неестественные бугры. А на замшевых видах кожи, на ворсовых, это, как правило, идут белые разводы. Они въедаются в замшу и самостоятельно в домашних условиях их уже, к сожалению, вывести не удается. Гладкие кожи, они также могут впитывать те же грязи, те же реагенты. Соли проникают в обувь вместе с влагой. Поэтому, чтобы их вывести, необходимо снова размочить материал. И только потом мастер приступает к химчистке. Ее способ зависит от типа кожи. Все процессы химчистки у нас ручные. Мы все химчистим руками. Категорически не рекомендуем использовать какие-либо стиральные машинки, как-то автоматизировать это дело. После химчистки, соответственно, вымывается все, включая реагенты, включая грязи. Ну и маленько вымывается также и красящий пигмент, краситель. И его приходится восстанавливать уже пару красить. После химчистки обувь заворачивают в бумагу, которая поглощает влагу. А вместе с тем и следы реагентов. Как только все глубокие загрязнения и соли выведены, начинается этап чистки. Второе – это чистка. После чистки принимается какое-то решение, переходить ли к глубокой чистке, если все загрязнения не ушли. Чистка, как правило, идет профессиональными средствами. После наших чисток кожи становится идеально чистой до такой степени, что мне кажется, что она начинает дышать. Просматриваем, естественно, есть ли какие-то сильные повреждения, глубокие повреждения кожи. Не просто там какие-то царапины, затертости. Есть такое понятие, как, допустим, уже сдиры появляются. Ну, на женских, как правило. Это сбитые носы. Здесь уже, конечно, нужно это дело все реставрировать, заглаживать, ровнять и красить, соответственно, в необходимый цвет. Затем специалисты восстанавливают цвет, если это необходимо, кистями или специальным аэрографом, который обеспечивает более быстрое и равномерное нанесение красителя. Его очень важно правильно подобрать, чтобы не испортить материал. Глобально все краски для обуви делят на поверхностные и проникающие. Краски для замши – это, наверное, краски проникающего характера. То есть краски, они очень жидкие, которые насыщают замшу, либо гладкую кожу также. Они сохраняют фактуру изделия, поэтому идеально подходят для ворсовых видов материала или для гладких видов кожи, в том случае, если нужно, сохранить лицевой рисунок. Бывают пары с завода, они уже покрашены поверхностными красками. Это краска, которая создает пленку. То есть там может быть основа, неважно, какая-то серая кожа, черная кожа. И сверху нанесена именно пленка тонкой краски. Минус покровных красок в том, что они не сохраняют рельеф кожи. Их категорически нельзя использовать для окрашивания замши или нубука. Очень многие производители любят делать кроссовки из многих составных частей разных цветов. И вот для данных целей используются краски поверхностные, которые перекрывают, в принципе, практически любой цвет можно сделать, перекрасить из черного в белый и так далее. Заключительным этапом работы становится уход, нанесение защитных средств. Мастер пропитывает изделия кремами и водоотталкивающими средствами. По внешнему виду обуви можно сказать, насколько человек опрятен. А если он еще и правильно за ней ухаживает, можно смело утверждать, что перед нами человек экономный, поскольку такая обувь служит в несколько раз дольше. Восстановлением любимых туфель или кроссовок можно заниматься самостоятельно, а можно обращаться к специалистам.